приветствую вас мои родные любимые христолюбчики брат и сестры во христе и все люди на земле и добрые злые и друзья мои и враги мои так называемые ну точнее для кого я враг всех приветствую всем желаю добра любви благо счастья мира в душе ваших дома ваши в сердца ваши все у вас было хорошо сколько могу стараюсь этому способствовать и душой и телом и духовными ценностями материальными как получается кому что дарить сегодня у нас ролик под темой люби врагов на любите врагов ваших это третий ролик два у меня есть подобных на канале христолюк life рекомендую их посмотреть их можно найти или просто видео в поиске на ю тубе на канале или плейлистом есть люби ближнего ну в общем найдете если ничего не можете найти когда что в комментарии просите я дам ссылки сам для вас найду и поделюсь это третий ролик я много может быть буду повторяться то что говорил тех роликах что-то скажу по-новому поэтому старенькие люди обычно не смотрят хотя все равно рекомендую ну скажу по-новому что-то буду говорить о себе о канале как обещал кто-то кто смотрит мои ролики постоянно видит связь конечно с одного ролика другого но даже когда вы включите этот ролик случайно все равно что-то новенькое для вас будет те два ролика они не не бессвязны все равно где я уже записывал любви к врагам этот поговорю поговорю о жизни как это применять в разных с христианами с нехристианами но я как обещал в прошлом ролике где говорил о проповеди о пророчествах о мессианстве как это проповедовать давайте сейчас поделюсь экраном я вам обещал зачитать десятую главу да и призвав двенадцать учеников своих он дал им власть нечистыми духами чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь двенадцать же апостолов суть имена следующий но вы их знаете этих двенадцать послал иисуса заповедовал наговоря на путь к язычникам не ходите в город самарянский не входите идите наиболее к погибшим овцам дома израиля хотя же проповедуйте что приблизилось царство небесное больных исцелять прокаженных очищайте мертвых воскрешайте бесов сгоняйте даром получили даром давайте не берите с собой не золото не серебра не меди в поясе своим не сумки на дорогу не двух одежды не обуви не посоха и бы трудящийся достойно пропитания в какой бы город или селение не вошли вы наведываетесь кто в нем достоин и там оставайтесь пока не выйдет вот на первой стихе мы пропустим в прошлом ролике я не говорил как раз о проповеди вы помните да кто нет посмотрите предыдущий ролик по датам в какой бы город или селение не вошли вы наведываетесь кто в нем достоин и там оставайтесь пока не выйдете то есть во первых мы должны найти достойного да а входя дом приветствуйте его говоря мир дому вашему если дом будет достоин то мир ваш придет на него если же не будет достоин то мир вам к вам возвратиться то есть о чем господь говорит во первых мы конечно выбираем мы не лезем на рожон мы не к врагу не к первому попавшимся мы узнаем кто достоин кто не достоин да кто действительно добрый человек страна приемный как это говорят к тому и наведываемся но опять же это наше личное мнение или мнение людей и она может оказаться ложным мы видим что косы и в этом достойном доме нас могут не принять да что господь говорит на такой случай а если кто не примет вас и не послушать слов ваших то выходя из дома или из города того отрисите прах от ног ваших истинно говорим от родни будь земле содомской гаморской в день суда нежели город тому то есть наше дело что выбрать постараться сколько мы умеем своими мозгами ушами до слыша какие-то мнения других людей если нет мы свободны помните как чистый от крови этой здесь тоже самое то есть наше дело святей да нет и нет мы спокойно уходим из этого дома отрисая прах это символ что я сделал что мог да вот на мне вины нету этой земли прах этой земли да и господь говорит вот я посылаю вас как овец среди волков овец не волков в овечье стада а овец среди волков у нас нет зубов у христиан это надо тоже понять и так будьте мудры ну при этом мы мудрые как змеи но просты как голуби и что господь говорит любите врагов умывайте им ноги да или что нет давайте читать внимательно остерегайтесь же людей и ведь это только синодальный перевод по сути берегитесь избегайте все эти слова ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними язычниками когда же будут предавать вас не заботьтесь как или что сказать ибо в тот час дано будет вам что сказать ибо не вы будете говорить но дух отца вашего будет говорить вас придаст брат брата на смерть и отец сына и восстанут дети на родителей умертвят их и будете ненавидимы всеми за имя моё претерпевшись до конца спасется когда же будут гнать вас в одном городе то есть господь не говорит сразу соглашайтесь он говорит когда будут гнать вас в одном городе вот в этом бегите в другой очень важно очень важно господь говорит остерегаться и бегать таких людей есть уж тебя поймали или пришло время твою как и у господа да вы помните да 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 в этот момент не беспокойся уже ни о чем но господь не говорит никогда на рожон лезь то очень важно вот это поднимать истинно говорю вам не успеете обойти городов израилев как придут сын человеческий ученик не выше учителя слуга не выше господин своего довольны ученика чтобы он был как учитель его для слуги чтобы он был как господин его если хозяина дома назвали весь зевулом не тем ли более домашних его и так не бойтесь их ибо нет ничего сокровенного что не открылось бы и тайного что не было бы узнанно что говорю вам давайте все прочитаем да в темноте говорить при свете что на ухо слышите проповедуйте на кровлях и не бойтесь убивающих тела души же не могущих убить а бойтесь более того кто может и душу тела погубить в гиене не две ли малые птицы продаются за саре и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего а у вас и волосы все на голове сочтены не бойтесь же вы лучше многих малых птиц и так всякого кто исповедует у меня перед людьми того исповедую я перед отцом моим небесным а кто отречется от меня перед людьми отрекусь от того я перед отцом и небесным не думать что пришел принести мир на землю не мир пришел принести но меньше бы я пришел разделить человека с отцом его и дочь матерью его и невесту своей кровью его и враги человеку домашний его кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня и кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня кто не берет креста своего и следует за мной тот не достоин меня до следует но не берет креста сберегший душу свою потеряет ее потерявший душу ради меня сбережет ее кто потеряет тут не душу а жизнь тут перевели неправильно. Кто примет вас, примет меня, кто принимает меня, принимает пославший меня, кто принимает пророка, во имя пророка получит наград пророка, и кто принимает праведника, во имя праведника получит награду праведника, и кто напоет одного из малых сих, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. Вот целая речь Иисуса без всяких вырываний из контекста. Что мы с вами видим? Только на этом примере я все не буду зачитывать, а многие еще Еще несколько примеров я расскажу словесно. Вы помните, как Иисуса берут в собственном городе, вплоть до родственников, ведут с горы, хотят сбросить его. Ну, любой город в древности, особенно как и сейчас, на горах строился, ну, на возвышении, чтобы тяжелее осаду было вести. Его на край города, то есть на край горы ведут, чтобы сбросить со скалы. Господь уворачивается, уходит от них и больше не ходит, не приходит в тот город, в дом отечества своего. Иудеи полагают убить его, он больше не ходит по Иудее, там, в окрестностях Иерусалима. Обходит за Иорданской стороной. Да, он в большие праздники приходил, и помните, они все равно фарисеи и иудеи боялись народа, народу же слава шла, не могли его при всем народе схватить. Тайно народ бы заступился, бунт был бы, революция, их бы самих бы разорвала, оголтевшая толпа. Поэтому Господь знал, когда все это дело продумано, а в основное свое уходил уже. Да? Вы помните эти случаи? Куда мы их денем? Иисус на рожон лес? Нет. Его хотели убивать, он гром и молнии с неба спускал? Нет. Вот вам случай, что Господь им говорит, остерегаться людей, бегать. Вспомните церковь, описанную в книге «Деяния апостолов». Мы читаем, что, я не буду сейчас вам цитировать главы, стихи, вы сами все это помните, что написано, что никто не мог пристать к ним. Они проповедовали всем, они общались, даже иудеи, заметьте. Но далеко не все к ним могли пристать. Я всегда напоминаю этот момент, что на прощальном ужине далеко не весь Иерусалим собрался. Ни фарисеи, ни книжники, и даже не его родственники далеко. Были всего 12 человек. Да, тоже не шибко достойные. Но хотя бы эти ученики исповедовали его учителем и Господом. Хотя тоже непонятно, наполовину на словах, походу. И до конца ли, раз все испугались, убежали. Мы видим, что поступает Господь всегда по-разному. Ученики его потом поступали тоже по-разному. Любовь к врагам. Ведь Иисус не умывал ноги фарисеям, иудеям. Не потому, что он не хотел. Я в своих роликах говорил, что он бы им умыл. Они не хотят. Они терпеть не могут этого человека. Вот так и мы. Что я хочу сказать. Еще ключиком для понимания любви к врагам. Я говорю, кто посмотрит предыдущие ролики, уже у вас кое-что в голове сформируется. Мое мировоззрение, которое я пытаюсь донести. Еще раз вспомню. Вспомните слова апостола Павла. Врага накорми, напои, одень, дай кров. То есть любовь к врагам, это не сердечное, во-первых, чувство. Чувство теплоты, желание увидеть человека как родного, кто тебя любит. Не кого ты просто любишь, а кто тебя еще любит. У тебя жажда. Ты с этим человеком каждый день сто раз на день созваниваешься. Жаждешь уйти в гости, сходить к нему, провести время. Сердечное чувство. Вы все это знаете. Это не я вам истинно открываю. Я лишь вас мотивирую своими словами открыться себе. То, что вы чувствуете, это и есть правда. Мы любим любящих. Это факт. Сердечная любовь, тепло, радость вот эта в сердце приходит от внешнего, когда ты взаимно что-то получаешь. Любовь к врагам, она должна сходить из глубины сердца, из ума, который в сердце. То есть, это умные посылы сделать благо даже врагу. Но далеко не каждое благо. Минимальное, да. Но потворствовать злу там врагам. Да, мы ни в коем случае, мы... Он говорит, ой, слушай, ты любишь меня? Так же, да, люблю по Евангелию даже врага. Пошли убьем этого человека. Ты же не пойдешь с этим человеком убивать человека, потому что он говорит, о, тогда ты меня не любишь. Нет, это не исполнение прихоти всех людей и всех их прихоти на земле. И исполнение на зло, злых дел вместе с ними. Ну, я же люблю, как я ему откажу. Нет. Поэтому, говорю, смущаться не надо. Евангелие, она абсолютно жизненная и истинная. К сожалению, многие вещи вот запутываемся или слишком их на небеса возводим, а они не такие небесные и не так мы их понимаем. И в этом потом у нас конфликты в своем сердце. Я говорю, вы должны жить так, как чувствуете в реальности жизни. И вот умом, конечно, этих людей никогда нельзя никого проклинать, даже влагов. Надо желать всем блага, потому что в конце своей вечности, так назовем, да, хотя у вечности нет конца, человек покается. Я верю во всеобщее покаяние. И все мы в этом когда-нибудь убедимся, да. Поэтому и любой человек на земле, нам брат, сестра, матерь, и все мы на самом деле ровнее. Все одного посева, зернышки, да. Все когда-нибудь в познание истины придем, в познание Бога, к познанию святости и знаний всех этих. Просто у всех свое время. Поэтому в душе никогда не желай. В душе, внутри, в сердце, в умном. Но проявлять свои действия, это не значит, что ты на все должен быть согласен, понимаете. Все всем угождать, все всем делать. Я вот, к примеру, все-таки у меня канал есть, да, я еще, я затрагивал эту тему немножко о проповеди. Мой канал еще ролик записал. Сейчас еще вот о любви к врагам подытожу. Все думают, что если я со всеми вот по-разному общаюсь, я говорю, у меня далеко не ко всем чувствам теплый, к людям-то. А почему они должны быть? Я знать их не знаю. Они вот думают, ой, какая в тебе любовь. Ну, а почему у меня к тебе должны быть, ну, пусть даже мы там переписались пару раз где-то в соцсети. Ну, что? Еще я для вас, как бы, может быть, что-то делаю, да, там, вот это проповедь, вы какое-то благо получаете словесно. Кому-то, может, была возможность помочь чем-то. Через меня кто-то помог, вот то, что я эти сборы там делаю. Ну, ты мне пока что сделал, я тебя знать не знаю. Кто ты человек? Я не мирозрение твоего устного. А если что ты и в устном слышал, я дел твоих не знаю. И общение. Тебя одни вещи интересуют. Мы переписываемся, а у меня какой-то холодок. Почему я должен? Ничего, мне не близко твое слово. У меня к тебе теплых нет твоих слова. Ты о чем-то там пишешь мне непонятного для меня. О каких-то вселенских тайнах. Да, мне это чуждо, допустим. У меня к тебе опять какой-то барьер, да. Но при этом это не говорит, что я не люблю вас. В этой земной жизни пока вот так вот. Все мы разные. Но мы все знаем, как мы жили до покаяния. Мы готовы даже своих за спину обсирать. Друзей там. Евангелие очень сильно меняет человека. Истина. Но ее не надо идеализировать и, к сожалению, искажать вот эти вот. Любовь к врагам это, я говорю, вот на канале, а вот там баню. Я говорю, на прощальном ужине мой канал, это мой дом. Вы в нем гости. Можете стать этими, как их называют, на еждивенье или живут там. Можете прописаться, да. А можете вообще стать мне родственником, братом и сестрой. И это будет наш общий дом. Можем имущество поделить. Пожалуйста, мои двери открыты всегда. Но если ты, я тебе противен, я закрываю дверь. Иисус прощальный ужин и все ужины в основном. Я говорю, дело с 12 учениками. И еще. Мне говорят, вот ты там вокруг себя тоже. Я говорю, я сегодня буду о себе говорить вот об этом ролике. Я хотел сразу все это подвести. У меня вот, получается, серия таких роликов получилась. И мой канал, и что проповедуешь, и о любви к врагам. Мне говорят, вот ты типа вокруг себя только собираешь, типа кто тебе панигирики поет. А вокруг кого? Иисус вокруг себя кого собирал? Ему пени панигирики. Вокруг него постоянно. Как бы они не относились к нему, казалось бы, потом предали, вот отреклись, разбежались. Но это люди, хотя бы, вы знаете, его учителем называли. Господом. Начальником, да, господином. Владыкой там, по-разному его даже именовали. Вы помните? Он разве собирал вокруг себя тех, кто его ненавидел, которые там вот, особенно Евангелие Атана, очень хорошо показаны все эти стычками с ортодоксальными иудеями, вот с этими фарисеями, со всеми. Ух, там жесткие были перепалки. Вы же помните Евангелие, прекрасно. Мы видим их в окружении Иисуса на прощальном ужине любви. Агапе, как по-грецки говорят, тайная вечерь, как угодно вам. Или мы в другие времена видим, когда они кушали с ним, что они его окружали? Нет. Он точно так же, я говорю, сторонился, уходил. Я всем напоминаю эти случаи. Помните, как Бесноватого он исцелил, изгнал из него этих легион бесов и свиней-то, свинюшек, которых этот легион погубил, и люди сказали, иди, иди от нас. И он уходит. Вот. И вы знаете, я говорю, так как Ютуб, это пассивная проповедь, переверните все наоборот. Господь сказал, бежать или закрываться. Тут ты, наоборот, бежи, закрываешь. И одно дело, я говорю, с какой-то, я вот там, кто ролики последовательные смотрит, говорил, одно дело, это нейтральная территория, оттуда я могу только уйти. Я не могу там все раздолбать, так сказать, вы еретики, несчастные, негодяи, да, вот. Я тут все сейчас разговариваю, чтобы никто вас так не видел, не слышал. Он говорит, нет, я могу сам только удалиться. А на канале я, наоборот, как и у себя дома, я могу дверь закрыть, да. Вот, так что любовь к врагам, она и в жизни точно так же. Я вот говорил, вот мне тоже там тыкали, когда ты вот там сидишь, я в пузе вот сколько лет, в деревеньке просидел, практически безвылазно. Ты не знаешь, что такое вот сейчас враги, там отношения, в миру намного тяжелее жить. Ну, вот я вышел и год прожил обычной жизнью, как и все. Должность у меня была, я занимался антикризисным управлением предприятия. Вы знаете, в количестве 70 человек, где есть и ИТР, вроде как люди образованные, АУП, да, и рабочие, водители. И, знаете, это непростая работа. И я применял Евангелие, старался. Я говорю, может, и погрешал, да и не, может, я там погрешал, я каялся, я исправлялся, извинялся перед людьми. Может, занести в огонь, потому что там, вот именно это мир, люди совсем озлобленные. Мне там и угрожали, и обзывали, и унижали, и реально угрожали, и физической расправой даже. Причем, я говорю, не просто водила, который три ходки отсидел, а уважаемый, известный, вот типа фарисеев. Мне сам исполнительный директор угрожал, потому что считал меня своим конкурентом, потому что меня пригласил учредитель. Он мне сказал такие вещи, что я могу не уехать, да, хотя верующий человек. Так что вот так вот, и это непросто. Я ничего ему не отвечал на это. Хотя этот человек в два раза взрослее меня, и, казалось бы, должен быть мудрее. Я проявлял любовь к урагам. Я считаю, что я выходил достойно, там, почти из всех ситуаций. Хотя, безусловно, есть, есть. Я сам знаю, за что я потом каялся, что я вот это все-таки позволил себе, разошелся. Несколько раз такое было, реально. И причем в чьих-то глазах, особенно в глазах грешников, как говорят, мирских, это вообще такая мелочь. А я себе корил, что я такое себе позволил. Поэтому любовь к урагам – это внутреннее состояние души человека, которое выражается вот в этих минимальных делах. Сохранение жизни человека, а в духовном, душевном, как он словесно, это вот эти неоскорбления, неотвечание злом на злом, да. Хотя это не молчание. Я всем напоминаю, когда же Господа ударил этот воин на суде, он его попытался вразумить, даже как мудро сказал, да, что если я не прав, скажи мне, если я прав, за что ты бьешь меня. Вообще гениально просто. Но при этом больше он потом ничего уже никому не говорил. То есть тут все надо с рассуждением. У меня лично, я говорю, у вас может какой угодно Иисус. Мы все читаем одно и то же Евангелие. Мой Иисус в Евангелии в нашем, но мой Иисус, он не терпил. Есть такое зэковское понятие, и у них там есть терпилы, на которых ездит там все. Иисус не терпил, а это Бог. Как можно сказать, он с гордо поднятой головой в своей правоте. Он ведет себя великолепно. Даже в том Евангелии, как я всем говорю, в бумажке, которая до нас дошла, написанная, переписанная, переведенная, перетолкованная. Я сердцем чувствую какие, что это вот так, это правильно, да. Это можно доверять написанному. Действительно красивый поступок, это правильно, вот так надо. Он и не пасует. И уже разъяренной толпе, обезумевшей, уже нечего сказать. Уже его бьют, избивают, плюют, уже некому. Никто за него не заступается. Все, говорить уже все, ему уже зубы выбивает. Была возможность, он еще в последний раз сказал. Да, он не проклинает с креста, он с креста молится, да. У меня сейчас уже сердце йокает, не могу говорить. Вот. Даже люди в шоке, там, войны, да. Вот. Вот такая вот любовь к врагам, да. Она, она есть. Ее, к сожалению, коверкают эти слова в Евангелии. И даже христиане хулят порой. Неверующие язычники, противники Евангелия. Что вот, ну любите меня врага. Либо тыкают, либо подкалывают, либо извращают. Что это неправильно, любить врагов так невозможно. Любить врагов вообще невозможно. Ну как невозможно? Возможно. Просто правильно любить. А правильно ты будешь любить, если ты будешь верить в бессмертие. В свободу своего выбора между добром и злом. Любовью и нелюбовью. И тогда ты сделаешь правильный выбор. Вот. И само проявление-то поступка, оно разное немножко. И Иисус же был, я уже много раз об этом говорил. Он не был во всех шкурах, простите, так скажу. Или во всех телах, во всех ипостасях. Рабочим, водителем, управляющим. Колхозником, царем там, да. Бухгалтером. Где вы там? Продавщицей, массажистом. Кем угодно, да. Таксистом, строителем. Но не был он. Тюремщинком, надзирателем. Или наоборот, несправедливо сидящим, да. Безвинном, безвинно посаженным. Как все вести? Мы все должны делать сами. По сердцу здесь уже дела проявляются. Они вам, Господь в сердце подскажет, если вы ему открыты. Господь просвещает всякого, всякого пришедшего в мир. Истина, она в вас самих света. Вы сами из света, из любви, из истины, да. Ей просто надо открыться. Не на словах. На словах можно сколько угодно по нигире кипеть. Господи, Боже мой, я святоша. Я тебе открыт. Нет, на деле. Чуть-чуть чувствуешь, так и поступать. Искренне, чисто. Вот. И поэтому любовь к врагам, я говорю, она по-разному проявляется. В жизни. Я говорю, вот YouTube и канал. Это специфическая часть жизни. Частичка, я бы сказал. Я говорю, есть. Я себя по-разному веду. На YouTube я один. На своем канале. На чужом канале. На другом канале. Я другой. Я говорю, на какой-то общественной площадке я третий. Это разные моменты. Будет касаться, что-то там ты банишь и готов оправдываться. А тут ты молчишь, тебя гадят. Да, гадят он на своем канале. На своем пусть вообще он имеет право что делать. При каких-то дебатах при рефере, как это вот, да, есть там батлы, там еще что-то поговорить. Можно есть судья или как он ведущий называется. Да, там можно немножко, тебе дают возможность и ответить сам. Этот человек всех тормозит кого-то там, что-то регулирует его правила. Вот. Он уже может запретить другому сказать, не оскорбляйте там, не имейте права. У нас вот так не положено. Вот. А на своем канале. Это вообще мой дом. Вот. Я имею право закрыться в нем, как улитка в домике. Вот. Причем с кем мне даже просто неприятно общаться. Неприятны его комментарии. Вот. У нас должны быть зоны комфорта. Да, вы помните, Иисус уходил всегда. Один побыть. Вот. Очень важно, чтобы у человека было место уединения. Потому что иногда хочется побыть совсем одному. Что это? Не любовь к людям, к своим родственникам, даже детям, родным. Нет. Это естественное состояние человека. Успокоиться психически, духовно, побеседовать с Богом. Не в суете, а вообще в концентрированном состоянии. Когда только и думаешь, и только просто с ним сидишь и беседуешь. Разве это не любовь к остальным людям? Мы все время от всех что-то требуем. Ты мне должен. Вы знаете, вот она. И от нас также. Вот эти требуют люди. Мы сами должны перестать. И когда к нас требуют, не думать, что мы должны всем все исполнять. Ничего мы никому не должны. Как сказал, кроме взаимной любви. И вот эта любовь, тут такой замкнутый круг получается. Мы вроде бы ничего никому не должны, кроме взаимной любви. Но эта взаимная любовь не давать всем все, что они захотят. Понимаете, казалось бы, да? Но это я всем все время отвечаю. Я тебе ничего не должен. Тут же добавляю, кроме взаимной любви. Но эта любовь не значит, что ты должен все твои прихоти исполнить. Тут двойной круг. Лучше это, знаете, восьмерка тоже символ бесконечности. Да, никому никто не должен, кроме взаимной любви. Но это любовь не в исполнении всех твоих прихотей. Вот. Тут надо добавить. Павел далеко не все прихоти всех исполнял. Со своими братьями и иудеями вступал в споры, даже с Петром. Когда был не согласен с тем, что они там вытворяют, натягивая законно язычников. Вот. Так что вот так вот. Не знаю, что вам открылось. Я так несколько сфер затронул. Но, надеюсь, какие-то все равно у вас открываются. Я говорю, каждый раз говоришь по-разному. Все не вместишь каждый раз. Я говорю в свободе. Кого-то еще тронет, еще чуть-чуть. Вы послушайте мои предыдущие два ролика. Евангелие со мной почитайте на Христолюбие. Ну, уже записаны. Когда-нибудь будем еще заново читать. Я там очень часто об этих вещах говорю. Всех мы по-разному. Я говорю, никогда не терзайтесь, что у вас нет теплого чувства. Теплое чувство. Вот говорят, любят ни за что. Неправда. Я вообще не согласен с этим. И это абсолютно не имеет под собой основания жизни. Любим за что-то. Реально за что-то. Когда два парня с девушкой идут напротив друг друга. Бац, понравились. Тот развернулся. Оценил с задней стороны девушку. Уже видя ее спереди. Подходит знакомиться. Что он любит ее? Нет. Он даже еще не влюбился. Он просто понравилось. Внешне. Начинает заговаривать. Она хорошо говорит. Приятно. Не завязывается разговор. Не завязывается. Говорит, пошел отсюда. Он идет. Завязывается дальше. У него больше. Ой ты. Он ее слышал. Он сначала увидел. Она ему внешне понравилась. Он услышал ее голос. У него голос. У него прям все. Как она говорит. Она ухихикнула. Засмеялась. У него опять все зашевелилось. Какие-то внутренние струнки. Мы все все это знаем. И рассказываем жизненные вещи. А не теорию. И ты все больше и больше влюбляешься. Ты прикоснулся. Приятно чувствовать человека. Ты еще с ней сблизился. Учуял аромат ее. Тело. В это тебе либо нравится. Либо нет. Если нравится. Ты еще больше приближаешься. Тебе что-то нравится. То есть от нее что-то получаешь. Запах. Визуальное восприятие. Слуховое. Ты испытываешь удовольствие от этих вещей. Ты ее созерцаешь. Она тебе нравится. Она тебя возбуждает. Ты ее трогаешь. Тебе это приятно. Дальше продолжается. Дальше. Она что-то для тебя сделала. Она приехала. Ты начинаешь за ней ухаживать. Образно говоря. Так а потом наоборот. Девушка начинает какие-то знаки внимания оказывать. Тоже. И тебе же это приятно. Ты начинаешь любить. За что? За то, что тебе что-то делают. И девушка влюбляется. За что? За то, что за ней ухаживает. Что значит ухаживает? Проявляет знаки внимания, заботы, дела любви. Цветы купил. Подарил радость ее обонянию. Конфеты полопать. Пут шоколадных. Помните, как вы это? Девчата с шоколадом. Чтобы лопало. Испытала радость вкусовую. Музычку подарил. Там какую-то песенку послал. Сам сочинил. Испытала радость. Приятные слова ей говоришь. Тешишь ее эго. Как это любит. Нарциссизм. И она радуется. Испытывает удовольствие. И она влюбляется в тебя. Потому что ты ее любишь. Ты любовь эту проявляешь в делах. Она тебе в ответ. Что-нибудь приготовила. Пригласила к себе. Приготовила. Пообедали. Когда ты там вечером. Или допустим заехала на свидание. Пригласить. Она говорит. Заходи сначала покушаем. Потом поедем. А может тебе что-нибудь. И на работу собрала. Хотя вы еще не встречаетесь. И не спите. И ты начинаешь чувствовать от нее дело любви. И влюбляешься в нее еще больше. Вот так вот. Любим мы за что-то. Я не знаю как люди с этим спорят. Потому что это жизнь. Теплое чувство возникает. Мы человека любим как раз того. Мы любим любящих нас. Мы любим. Любящих уже до этого. Мы любим за что-то. И поэтому любить врагов. Вот этим теплым чувством. Которого ты весь на крыльях. Как говорят влюбленный летает. Или любящий. Радость испытываешь. Видя. Как ты будешь врага. Который вот человек идет с ножом на тебя. Ты готов ему отдать даже жизнь. Ты стоишь с табличкой. Иисус любит тебя. И он идет на тебя какой-нибудь. Ты готов принять смерть. Ну что ты к ним. Теплое чувство. Что твой брат бежит. Друг. Жена. Дети твои мимо проходят. Ты там проповедуешь на улице. Они к тебе бегут. И ты все расплываешься. И у тебя внутри гормоны счастья. Да. От того, что твои дети бегут тебе в объятия. Нет, конечно. Человек идет с ножом сейчас убить тебя. Вот именно у тебя еще дети остались. Но ты ничего не ненавидишь этого человека. Ты не кричишь ему. Ты можешь убежать. Вот как написано. Пожалуйста. А можешь попытаться поразить его жертвой на любовь. Это твой выбор. И то и то будет хорошо. Но ты ненавидишь этого человека. Человек пока болен. Человек еще во тьме. Или кто-то, может, пьяница, ругается. Я уж крайний случай взял. Там идет с ножом. Вы все понимаете. Как его можно любить? Какие ты теплые чувства к нему испытаешь? Ну, кстати, ты его можешь обнять. Да? Или что-то ему дать. Или пьяница сидит напротив. Наоборот. Ты стоишь с табличкой. Иисус любит тебя. Или любит вас. Или любите друг друга. А он там что-нибудь материт тебя. А сам сидит, побираясь с шапкой. А ты еще уходя взял ему и сто рублей положил. Вот что такое любовь к врагам. Поразить врага. Помните, как потом Павел прекрасно скажет. Побеждайте зло добро. Вот это очень важно помнить. Здесь я сегодня не буду трогать тем. Опять этот патриотизм. А как же это? Я уж на это тоже говорил. Ну, это отдельная тема. Я всегда ее затрагиваю тогда в отдельном ролике. Я уже тоже много разгрызал. Там не пассивный. Я не говорил, что отдавайте все. Защитите спиной. Вот и все. А дам Бог разберется. Но мы не имеем права зло тушить злом. Добром и защита именно. Грудь, спина ваша. На между жертвой и насилием и злом. Или вот этим беззащитным и тьмой. Вы станьте светом. Свет разгоняет тьму. И это не с мечом световым. Из звездных войнов. Нет. Это именно свет жертвенной любви. Жертвенной. Когда ты готов жизнь свою положить. Свою. Не другого положить. То с мечом они защищают своих. Кладут чужие жизни на самом деле. Это лишь им не везет, что их не забирают. Они не хотят со своей расставаться. Они мечтают эти задушить. И остаться со своими. Там Господь сказал, кто положит свою душу. Не кладя чужие. Это уже все извращение. Вот эти горе там. Патриотов. Ну и вообще даже не патриотов. Я конечно знаю, что и свободный во Христе так мыслит. А как там твою жену будет насиловать? Ты будешь смотреть? Нет. Смотреть ты не будешь. Ты будешь защищать. Но убивать ты не имеешь права. Защищаться можно. И жена может довести до того, что ее никто насиловать не будет. Ее просто убьют тоже. Кто говорит, мы так трясемся за эту жизнь. Мы значит вкупе вот эту всю истину не принимаем и не исповедуем. Именно три вот эти принятия трех этих природ. Любовь или добро, как хотите. Истина. Бессмертие. И свобода твоего выбора между этими вещами. Верить тебе в это бессмертие даже или нет. Хотя оно в тебе самом присуще. Просто оно есть. Выбираешь ты или нет. А вот действительно между любовью и добром, какой ты будешь в вечности все больше возрастать или нет. Между истиной, ложью, тьмой и светом, любовью, нелюбовью, добром и злом. Это твой выбор. Вот и все. Поэтому к любовь к врагам. Вот мне там тычут. До сих пор кто-то меня мало знает. У кого-то свои понятия. Он под своим понятиями меряет. Я не подхожу. У меня свое понимание любви. На основе Евангелия. На основе истины в моем сердце. Совокупие Евангелия и истины. Все, что там вот так. Знаете, два кружочка один в другой. Вот это пересечение Евангелия истины в моем сердце. Я точно считаю истиной. Это и проповедую. Вот. Пересеченная. Смежная область называется. Знаете, да? Вот так вот. И вот это вот истина. Где Евангелие совпадает. И то, что у меня на сердце лежит. Это я и проповедую. Такую я вижу. Любовь к врагам, к друзьям, к неприятелям, к людям посторонним. Она ко всем разная. В разные времена по-разному немножко проявляется. Невозможно сейчас все случаи придумывать. Зачем-то конструировать или как-то говорят, да? У нас в жизни их вот так хватает. Что я буду о себе? Я лично в себе знаю теорию. Я думаю каждый раз о поступках своих. Анализирую их вперед, потом. И всегда так живу. Вы знаете, ты успеваешь думать. Жизнь как будто тормозится. Когда ты хочешь подумать о каком-то поступке, Господь как будто время заторможает. Что ответить кому-то? Порой мы сами просто срываемся, говорим что-то раньше времени. Ты понимаешь, слушай, я же хотел подумать. И я, допустим, знаю. Я не знаю. Получается у меня всегда выразить то, что у меня на сердце словами, да? Ибо от избытка сердца говорят уста. Ну, у меня лично есть это понимание, вот то, что я вам говорю. В принципе, четкое. Да, я в поступках могу погрешать, не успевать. И потом опытом просто. А из опыта, из-за совершаемых поступков навык приобретается. Ты уже не думаешь. Это как суперпрофессионал в каком-то деле. Он уже потом не думает, может, с закрытыми глазами. Как женщина уже вяжет и телевизор смотрит. Ей уже не надо там сидеть, концентрировать внимание. Так и ты. Во многие поступки там уже становится твоя привычка. Ты из года в год так делаешь, не отвечаешь там на зло на какое-то в этой сфере или этому соседу. И у тебя просто привычка становится. Вот так ты возрастаешь. Вот и все. Поэтому любовь к врагам, она, да, она может до жертвенного проявиться. Вот как Иисус отдал. Но не сразу все это было. Все ему свое время. Поэтому и вправе бегать, и закрываться. Это все зависит, все от ситуации. И всегда живите вот так по сердцу. Если вам кто-то сказал, что ему с виду показалось, что все-таки это не любовь, вы послушайте. Если человек тоже более-менее с любовью говорит, тогда где истина, там любовь. И где любовь там истина. Если вам человек говорит, который вас тоже ненавидит. Поверьте мне, там не будет никакой истины. Там будет одна ложь. И вы это почувствуете просто. Вот и все. И пользы там никакой не будет. Критика там будет все равно с пристрастием. А если человек более-менее адекватный, говорит, да, можешь послушать. Но у него не соблазняется. Он говорит, ой, вот я бы так не поступил. Ну, это ты. Ты, во-первых, не на моем месте. Да ты не знаешь, как бы ты поступил на моем месте. Можешь на своем поступить. И так ты даже будучи вроде бы похожим в моей ситуации, но ты поступил так вчера. Вы знаете, мы люди. У нас есть эмоции, настроения, меняющиеся дни. В солнечный день и в дождливый я по-разному совершаю одни и те же поступки. Кто опытом исследует свою жизнь, анализирует многие вещи, тот все это знает. То, что я говорю. Это так. Поэтому никогда никого судить нельзя. Оценивать другие проступки в себе, это надо делать тоже. Но это отдельный разговор, я о нем тоже иногда затрагиваю. А мы судим. Ты чем всем. Ты вот, он, ты. Заступиться можно тоже, но грудью или спиной. Это и к словесному. Интерпретируйте и подумайте, как это словесно проявлять. Это не значит рубить головы как в физическом теле врагам, так и словесно. Это разумное вразумление. Посмотрите, да, как это делал Иисус. Но он далеко это не мягко тоже делал. А то любит тоже прям, особенно из мужика, делать такого блаженного, я говорю, терпилу. Святого. Нет, Иисус, мой Иисус не такой. Я его таким не вижу в Евангелии, честно вам говорю. Ну, как-то вот так вот. На сегодня достаточно. Я и так сегодня пять роликов записал. У меня дождливо в городе Сочи. Поэтому сегодня весь день пишу ролики. Лепим божественные, жирные, жирные лайки. Кому нравится, кому отрадно, полезно. Мое служение, мои мысли, мое мировоззрение. Кто его применяет в жизни действительно. Он становится от этого сам счастливее. Это ни для кого не надо, кроме как для вас. Если это делает вас счастливыми, открывает вас самих для себя. Тот свет, который у вас есть изначально, из которого вы все сотворены. Это здорово. Ну, все. Всех люблю, целую, обнимаю. Всех по-разному. Такова жизнь. Все, до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok